It's time, как говорят шоумены, в данном случае время ума, с вами я, Константин Симонов. Не перевелись еще до УСИ, богатыри, и один из них сейчас с вами на связи. Григорий Пономарев, дорогие друзья, прошу любить и жаловать. Привет, Гриша. Привет. Ты меня слышишь? Да, хорошо слышу. Молодой проспект, который, Гриш, как я понял, 5-2 у тебя, да, рекорд? Ну, я не знаю, вообще у меня как бы по профессионалам-то нет рекорда. У тебя есть в любительском УМОА бои? Ну да, там какой-то неофициальный рекорд ведут, непонятно кто и зачем вообще. Он как бы по любителям его... Смотри, Гриш, сразу нашему зрителю пояснил один из самых перспективных тяжеловесов в России. Сегодня у нас на связи. Гриш, давай поговорим немножко о тебе, потому что информации не так много. Давай. На самом деле, я думаю, что болельщикам и фанатам УМОА в любом случае будет интересно. Слушай, давай начнем с того, что ты родом из Новокузнецка. Где сейчас ты находишься? Ну, я на самом деле родом с поселка, который был под Кемеровым. Ну, почему бы он остался по-прежнему? Просто по некоторым причинам. Моя семья вся, и я вместе с ними. Переехали в Новокузнецк. Ну, это буквально 180 километров сейчас. От города детей, да. Хорошо. Смотри, там начал заниматься спортом или уже после того, как ты переехал в Новокузнецк? Нет, почему. Спортом я занялся еще, когда в школу даже не пошел. Он, наверное, лет в пять. Я у отца своего боксом занимался. Он меня бокс преподавал в школе. Там же, где я начал учиться. Я туда же и пришел боксом заниматься. Ты скажи мне, базовый боксер или борец? Потому что, исходя из той информации, которую я читал, мне показалось, что ты базовый борец. И твой отец тренер по борьбе. Сейчас вот ты говоришь, что по боксу. Нет, это... Я иногда сам на свои бои смотрю, мне кажется, что я базовый борец какой-то. Просто я борьбой уже начал заниматься в таком осознанном возрасте. И у меня как бы все... Весь стиль заточился под борьбу. А так-то я занимался полноконтактным каратэ, рукопашным боем. Все, в принципе, боксом. От пяти до шестнадцати лет я занимался рукопашкой и каратэ. И боксом, ты говоришь, да? Ну, боксом я занимался до восьми лет. Потом понял, что что-то мне маловато бокса. Одних рук мне надо и ногами помахать, мне надо там чуть-чуть где-то бросок сделать. И все, как бы бокс на этом завязался. Мне чисто вот каратэ и рукопашка. Хорошо, но есть какие-то регалии, есть какой-то статус? Может быть, ты кандидат мастера спорта или мастер? У меня первый, да, черный пояс по каратэ. И кандидат мастера спорта по рукопашке я. Слушай, ну а к каратистам такое немножечко скептическое отношение, особенно в мире смешанных единоборств. Вот расскажи, пожалуйста, немножко об этом. Это, скажем так, фальшивое отношение, неправильное понимание? Да, ну, честно говоря, да, потому что сейчас можно заметить много, ну и как внушительное число спортсменов, которые занимались каратэ. Например, в UFC это Томпсон. Опять же, в UFC это Александр Волков. Все вы его знаете. Который только совершенно недавно начался бороться. А до этого использовал только технику своего каратэ. Но я попрошу заметить, что мое каратэ получше, чем их каратэ, потому что у меня полноконтактное каратэ. У меня и удары в голову руками были в полный контакт. Также и удары ногами в полный контакт. Потому что меня вот это вот ограничило, потому что меня очень сильно смущало. Вот так же, как я занимался панкратионом. Есть там в панкратионе на две версии они делятся. Это семиконтакт и фулл контакт. Семиконтакт, где бьют только ногами в голову, руками только в корпус. А есть фулл контакт, где бьют и руками в голову, и ногами в голову, и броски. Еще добивать сейчас можно. Вот так же мне и там была комфортная биться. По семиконтакту я вообще не делился. Это семиконтакт. Хорошо, ты знаешь, почему тебя немножечко путают с борцами? Потому что, ну, ты сильно габаритный человек, Гриш. Это природа? Ну, нет, это от папы все. Да, это от папы. У меня папа не маленький. Ну, мама, естественно, у меня маленькая. Ну, я весь папа пошел. И ростом, и весом. Я даже, по-моему, даже чуть поменьше его. Ну, его сравниваю. Просто 8 рост, да? А вес какой рабочий, ну, скажем так? Ну, на сегодняшний момент я 140 вешаю. Ну, а к бою подхожу 135-133 вот так. Витвы 24. Да, будет. Но тебе, скажем так, тяжело? Или, в принципе, ты себя чувствуешь в форме, в таком вете? Ну, вот сейчас я себя чувствую замечательно. Потому что я вот занялся маленько. Сел на диету, стал на кардио надавливать больше. Там бег, гребли, велики, скакалки, раскидка на руках. Как бы борьбы-то здесь сейчас маловато у меня. Вот. Я вот согнал вес десятку. И сейчас я стал себя комфортнее чувствовать намного. Хотя вот какая-то, какие-то 10 килограмм, они мне такой вот дали большой толчок. И по здоровью, естественно, я себя получше чувствую. Естественно, это сосудистая вся система, сердце, все давление. Вообще классное все чувствую. Плюс жара еще. Вот это 150 килограмм, эти они мне сейчас ни к чему выводят. Хорошо. Смотри, как произошел переход в смешанное единоборство? Ой, да, на самом деле очень спонтанно. И у нас там в Кемерово какая-то, какое-то непонятное боевое самбо появилось. По спартанским правилам каким-то. Там лежачего, там 11-метровый ему пробивали, локтями били. На ноги ничего не одевали. Там хочешь самбовки, хочешь красотки, хочешь валенки одевай. На руках только перчатки, чтобы и самбовка была. Хочешь в штанах, хочешь в трусах. Ну, такие вот правила были. И 500 рублей еще приноси, плати. Можно и без практики медицинской. Только деньги плати. Мешок там... Мешок высыпят. Там выпадут перчатки, накладки, трусы, ракушки. Вот это. Делите, пацаны. Ну, и вот я бился-бился по этой теме. Турниров пять, наверное, отбился. Плюс еще по грепплингу там что-то пытался бороться. Хотя я в этот момент вообще бороться не умел. Ну, что-то я там выигрывал. И даже первый-второй остановился. Даже третий не был никогда. Вот. И мне предложили поехать. На тот момент был первый чемпионат, первое первенство России по ММА в Ярославле. По любителям? Да, по любителям. Уже вот по Союзу ММА уже все. Это был 2014 год. И это мне было так. 18 лет мне было. И я поехал туда. Ну, мне там на подготовку, честно говоря, очень мало было. Наверное, месяц. От силы, да. У меня ни пар, никого не было на тот момент. Я уже, ну, уже тяжок был. Тогда 108, где-то 105 вешал. Уже в зале у меня тяжей не было. И мне некому было помочь. У меня там ребята 60 килограмм, 70 килограмм были. Ну, мне от них как это. Что есть, что нету. Ну, я поехал туда как бы на всем вот этой, на всей своей базе. Все, что у меня было. Я там два боя отбился. А потом в финале с борцом просто вот ступо борцом вышел. Я его на руках перебивал. Я его даже бросил один раз. Ну, вот это у меня... Я не был готов к этой теме, что упал-стал, упал-стал. Я, естественно, затек. И все у меня, все ММА закончилось. Я просто на морально волевых уже бился. Мне еще экстра раунд даже дали там. То есть два раунда мы отбились, еще третий дали. Я там уже лежал, у меня просто добивал. А я терпел. И все. Вот я второй стал. Вот и вот этот турнир... Гриш, смотри. Ага. Ну, говори, говори. Ну, говори ты. Ну, и вот этот турнир как бы меня очень сильно подтолкнул, чтобы я шел на борьбу. И вот я отдал два года, наверное, вольный бой. А то и три, наверное, вольной борьбе отдал. Чисто вот по вольной боролся и больше никуда не дергался. Вольная, грэплинг, греко-римская борьба и все. Ну, были успехи такие? Ну, да. Да. А в основном на турнирах учился бороться. У меня такой тренер был очень хороший. Он меня и учил, как бы, и базу мне хорошую дал. За такой промежуток времени. Вообще, за три года. Ну, первый год я вообще слово борьба учил. А все, потом остальное уже в полете обучался. И, естественно, он меня брал на турниры, на сборы. Я постоянно только там, там учился. Потому что уже в своем зале все было объезжено. Ну, и как бы с тяжами у нас не было проблем. Я на тот момент учился в Олимпийском резерве. В училище. И вот с базой вольной борьбы, когда поступил, и нас там было три, четыре, пять, шесть тяжелей нас там было. И мы все вот тренировались, боролись. И спасибо им большое, что вот они мне помогали этим, эти пацаны. Ну, вот тебя как раз-таки, о, тебе упоминал Анатолий Малыхин. Может быть, где-то там и познакомились, нет? Ну, да. С ним я и там познакомился, и на турнирах. И я боролся с ним. По грэплях был даже. Вот. Я проиграл ему, правда? Хорошо, смотри. У тебя есть серебряная медаль, как я понимаю, чемпионата уже России полюбителя, правильно? А, и России, да. И мира. Вот, и мира. Ну, соответственно, извини меня. Это как бы уровень уже. Да, я согласен. Просто не так часто сейчас славяне, мне кажется, в этом виде спорта пробиваются и зарабатывают. Вот про Малыхина говорили, что чуть ли не первый славянин, который в тяжах стал чемпионом. Ну да, ну вот это вот 17-18 год, как бы эту традицию мы поддержали, а потом у меня там маленько были недопонимания, там, ну, маленько свои негативные варианты. И поэтому я не отобрался на Россию, и опять вот это все возобновилось. Весь, вся сборная Дагестана, она считается, с Махачкалусья загрузились и полетели на мир, там, на Россию все. Ну, у нас молодцы девчонки наши с нашего края, там, Дарья Ныркова, правда, я не видел никуда. Это, она поехала на мир. Это, правда, не помню, какой она стала. Третий или второй, первый. Хорошо, есть боевое самбо, Гриш. Есть боевое самбо, да. Ну, тоже участвовал, расскажи немножко, это иной вид спорта для тебя? Да, вот честно, единственное, что меня пугало, это вот эти вот люди, которые не умеют бить, но умеют хорошо бороться по самбо. Вот эти вот, закрывают голову и цепляются за куртку и бросают, я вот этого очень опасался. Ну, я вот, сколько я турниров прошел, зря опасался, на самом деле. Я и сам, оказывается, неплохо по самбо кидаю. Как бы, захваты вот эти. Ну, я еще меня маленько научил куреш, я по курешу боролся, борьба на поясах. Поэтому вот эти все захваты через пояс я хорошо бросал у пацанов, которые на России, ну, третий номера стабильный. Вот вы, наверное, их слышали, эти братья Демины, или как они там? Ну, такие пузыри, такие здоровенькие, они постоянно то с Кириллом, то с Молдавским бьются. Неплохие, да? Да, неплохие ребята, но они стабильно, стабильно держатся в тройке. То есть каждый год они в тройке. Вот, я на Кубке России у старшего брата, или какого-нибудь там посильнее, который брат, я его выиграл в полуфинале. Хорошо, а вот смотри, есть в интернете видеозапись, где ты оказываешься в нокауте. Паша Хархачаев. Харкачев. Харкачев, да? Паша Харкачев. Ну, по-моему. Да, да, да. Ну, вот прокомментируй, пожалуйста, эпизод, тем более ты говоришь, что ты ударник, пропустил, ну, я даже не знаю, как назвать это, кросс или что это. Да, ну, да, дурачок-то. Левый боковой, да? Да, ну, хороший левый боковой, на работу, но Паша, конечно, молодец. Я не оправдываюсь в этом плане, но я, во-первых, поехал на мир, у меня вот вечно сегодня, слава богу, с турнирами, с хорошими, у меня то полносто золотуха какая-нибудь. И я поехал уже на сборах, в Дагестан, когда приехал на сборы, у меня бронхит начался, я весь там кашляю, как туберкулезник, вес у меня летит, у меня сил нету, я вообще умираю, какой драться, а у меня еще. И я бой выигрываю, думаю, блин, еще драться, еще бой выигрываю, капец, опять драться, и еще драться. И у меня уже просто сил не осталось, я уже мертвый, можно сказать, на финал вышел. И у меня вот это вот чувство самосохранения уже, реакция, все пропало. Я как-то вышел все равно, я был, честно говоря, настроен на победу, я там не хотел ему ничего отдавать, просто вот в какую-то он мертвую зону попал, он пониже. У меня вот всю жизнь, что в борьбе, что в рукопашке, что в панкратионе, у меня вот всегда проблемы вот с этими карликами пузатками. Они вот как-то раз-раз-то где-то вернул, и все, и удар в голову уже. Ну, я не говорю, что я всегда падаю, но вот от Паши вот я вот упал так, ну, реально приложился. Ну, он, наверное, тоже под испугом меня ударил, я не знаю. Слушай, ну, а бытует такое мнение, что люди, которые падают в нокаут, потом немножко у них есть какие-то комплексы? Нет. С этим никаких проблем, да? Ну, что касается меня, я максимально быстро, уже в январе я на турнире подрался нормально, ну, чисто по ударке вышел, думаю, подерусь на ударке, и в голову маленько наполучал, и вообще у меня, я бескомплексовым был, как та Лолита. Я понял. Слушай, переезд «Старая оскола», расскажи немножко об этом подробнее, не близкая дорога, сейчас же клубов очень много, на самом деле. Это вообще история, на самом деле, как у того мальчика. Я, короче, поехал на чемпионат России по панкратиону, но я там уже все взвешился, уже там предварительно бой даже, по-моему, подрался, и мне папа звонит. Ну, а папа меня как бы всю жизнь ведет, меня он тренер мой, ну, как, короче, Нурмагомедово, только славянский в таком стиле, говорит, ну что, сынок, мне тут это, Радмилу Дарусь звонил, Габдулин, говорит это, есть возможность «Старая оскола» съездить на сборы. Я такой, фу, капец, вообще классно, сейчас дерусь, я аж замотивировался такой, думаю, ну, вообще, подрался все в этом, на России, на этой, приезжаю домой, жду месяц, жду два, три месяца жду. Уже лето прошло, уже сентябрь начался. Я уже поборолся на международном турнире по вольной борьбе. Я уже на Кубке России по панкратиону отбился. Уже все там в сборную вошел, уже Новый год прошел. И я что-то вот после Нового года что-то маленькой весу поднабрал и ногу травмировал. И вот как, вот закон подлости, звонит мне Габдулин, говорит, сейчас вот на тебе номер, Денис Александрович Курилов, звони ему, и он тебе скажет, что, куда ехать, и когда я Денис Александровичу, честно, звоню. Он говорит, ну все, завтра прилетай. Хорошо, завтра прилечу. Я как бы максимально попытался этот момент оттянуть. Во-первых, у меня с финансами были проблемы. 20 тысяч на билеты, плюс там на поезд еще у меня как бы с пересадками вышло. Батя мне помог в этом плане, денег мне нашел, дал, посадил меня. Я с этой травмой поехал. У меня, конечно, не хотел отпускать, ну что, типа травмированный. Но я говорю, бать, тут надо рискнуть уже, потому что, ну, туда, знаешь, каждый день я зовут. Ну и все, я поехал, настроился, поехал. Нормально встретили. С утра приехал, где-то в 8 утра на поезде, в 10 вечера сел в Москве, а в 8 утра уже приехал в Осково. В 10 утра уже тренировка. Ко мне Валя Молдавская на тот момент тогда заходит. Давай на тренировку, я опоздал. И тогда еще Валю, я еще тогда Валю не знал, правда. Смотрю, лицо знакомое. А Валю еще не знал, правда. Пусть он не обижается. Общения какие-то, Гриша. Первый, когда он вошел, с кем, скажем так, ну понятно, с Молдавским начал, может быть, первое какое-то общение, но а дальше? Нет, нет, ни с кем у меня общения сначала не было. Я присматривался, и со мной там особо никто не разговаривал. На тот момент много народу приехало на сборы. Приехал Федор Владимирович. Поэтому там, что я там приехал вообще. И слава богу, что там особо мне там не обращали внимания. Но единственное, я там начал зарубаться, там заднюю-то не сдавал. Я еще привык здесь, это, ну, по спартанским темам. Всю жизнь дерешься, это до первой крови на спарринге. А у них-то они уже профессионалы, там где-то они 60 процентов, там где-то 70, где-то 50, вот так вот. А я как начал зарубаться с Кириллом, с Валей, меня еще в клетку к Вадиму отправили, я с ним начал рубиться. Ну, Вадик меня подуспокоил маленько. Ну, ненадолго, я опять, короче, начал у него дергаться, дергаться. Ну, потом мне Федор Владимирович говорит, типа ты это, ну, угомони маленько себя. Вот, и мне где-то через два дня Денис Александрович говорит, а что ты не хочешь у нас остаться? Типа, какие планы? Я говорю, да у меня никаких, надо только институт закончить. Он говорит, ну все, давай у нас оставайся, институт заканчивает. Я слетал на неделю. Институт там, диплом защитил, как раз там на области по ММА отбился. И вот у меня пошла вот эта любительская карьера по ММА. Я уже на свой округ, ну, на Сибирский федеральный округ у них тренировался во школе. И на Россию, естественно, и на мир, и на Кубок России, и на все вот это. Ну, и сейчас я принял решение, что я буду абсолютно выступать за Старый Оскол. Ну, по последним тут, как бы, обстоятельствам. Гриш, давай сейчас поговорим, какие планы у тебя. Я, как понимаю, у тебя большое желание перейти на профессиональный уровень. Ну да, да. Желание большое имеет на профессионала переходить. Сейчас у Дениса Александровича там переговоры ведет с промоушеном, с одним. Там вроде как уже и соперник есть. Там уже вроде вопрос только, наверное, в деньгах остался, я так думаю. Хорошо, ну, про тяжелый вес давай поговорим. Как тебе тяжеловес, скажем так, российского происхождения? Да, все пацаны, как на подбор, каждый хорош в своем, в свой стиль, как у кого есть. У кого-то борьба хорошая, у кого-то очень хорошая ударка. Ну, есть кто на тебе, кто симпатичен, кому-то, может быть, симпатизируешь? В тяжах, честно говоря, нет. Почему? Ну, я как-то не придерживаюсь там. Ну, есть только Федор Владимирович. Но я его уже не рассматриваю там как спортсмена. Я его больше вот рассматриваю как вот старшего товарища, тренера, вот, нашего командного отца. Вот. Естественно, я за него болею, я за него переживаю. Вообще, там аж ладошки потеют, когда он выходит драться, это... Вот. А так мне прямо из бойцов нравится. Ну, что, я не буду таить, я ничего. Вадим Немков мне очень нравится. Хоть я с ним в команде... Ну, вы говорите, что вес немножко, скажем так, пустой. Это не так? Да... Просто все привыкли. Он не пустой, он есть пальцы нормальные. Просто утяжей как-то все, ну, по-скромненькому. Вышли там, face to face, разошлись, подрались друг друга, уронили. И все, покрутили вот этот нокаут сутки-двое там. Набрал он просмотры в Инстаграме, ВКонтакте, в Ютубе. И все, на этом все закончилось. А всем же надо вот этой вот помойки вот этой словесной там. Да я там твою маму там имел там. Наоборот, там всяко-разно. Или там твою жену. Вот... Не, мне вот этот ВИШ на самом деле, я очень... Мне не нравится его. Ну, а некоторые говорят, ты знаешь, это продает бои. Ну, я не знаю, это вот это вот. Не, конечно. Тебе бы этого не хотелось? То есть ты, скажем так, не придерживаешься вот этих американских принципов раскручивания боев? Ну, не хотелось бы. Нет, честно говоря, мне не нравится этот стереотип. Вот это вот создавать вот эти словесные перепалки, задеваясь там семью, там из-за личности хвататься, чтобы просто там набрать народу. Я думаю, нет. Я думаю, зрелищность убоя надо как-то привлекать. Вот, например, опять же Федор Владимирович. Он ничего никогда не говорил, он просто выходил и, ну, бил, ронял там, нокауты болевые. И тем самым он делал накрутку уже на дальнейшие бои. Как бы он-то вообще интрижку создавал максимально. Я понял. Слушай, ну, есть, вот мы говорили, Волков, есть Олейников, есть Гончаров, правильно? Есть Вахаев, это же тяжи всех, правильно я называю? Это все тяжи. Да, вот есть даже Александр Емельяненко. Кто-то из них тебе интересен? Вахаев так себе. Ну, есть да и есть он. Ну, я смотрю его бои, потому что он чемпион в организации. Я как бы стараюсь всех чемпионов организации смотреть. Даже если они не там симпатичные, они хотя не пряники тульские, что-то не нравятся. Но, тем не менее, я смотрю за их карьерой. А Евгений Гончаров, ну, я с ним просто общаюсь. Мы даже как-то планировали с ним, что он будет куда-то готовиться. Мы с ним свяжемся, я, может быть, к нему приеду, может быть, он к нам приедет. Посмотрим. Ну, потренируемся с ним. Александр Волков. Ну, просто наш русский мужик. Естественно, я за него болеть буду. Дядя Леша Олейник – это вообще просто феномен непонятный. Естественно, я за него тоже болеть буду. А что там с трясучкой и бессонницами болеть, ждать, когда он там UFC уже выйдет по американскому времени, я, честно говоря, не буду. Ну, я понял. Слушай, вот мне интересно твое мнение. Есть такой феномен Нгану. Ага. Ну, вот просто прокомментируй. Как это вообще? Как понять это? Ну, есть такой Нгану. Сильный, высокий, сильным ударом. Или уж он настолько сильно бьющий? Ну, я думаю, что у него не купленные нокауты, но, наверное. Я не знаю. Я просто к чему это все говорю. Что в десятке люди плюс-минус, ну, пускай, ладно, даже не в десятке, в шестерке, плюс-минус люди, которые подготовлены примерно одинаково. Но когда выходит человек и сносит людей из первой пятерки, там, я не знаю, как это говорил Саша Емельяненко, у меня удар, как у электрички, да? Если даже промахивать, то у людей насморк появляется. Ну, у них, наверное, я заметил, у вот этих камерунцев, у них вот это хаотичное, хаотичный стиль удара непонятный. Я вот последнее интервью слышал, когда последний раз Ниган убился. Я, говорит, сколько-то недель, я посчитал, это вышло, короче, 4 месяца. 4 месяца я работал над боксом. Он вышел, с кем он последний раз вышел-то? С каким-то, с таким припухленным тоже черным человеком. Вот. Раз, два, три, и все, и он упал. Я, во-первых, бокса не увидел вообще. Бокс отсутствовал, просто у чувака природный удар. Плюс вот эти, опыт у него уличный. Родный устрог золотого. Да, 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 вот точно. Уличный, наверное, у него опыт очень большой. Там-то голые руки летают, не захочешь голову получать. Естественно, там удар пристрелялся. Плюс человек сильный. Плюс, наверное, голодный на победы. У него есть мотивация за поясом. Вот он и роняет людей. Но у него есть минусы, у него есть щели в его планах на бои. Смотри, я просто почему задаю такой вопрос, потому что ты тоже огромный. И хотелось бы узнать, ну понятно, это не шутка, юмор, а все-таки. Ты сильно бьешь? Ну да, да. То есть на улице тебе нельзя, в принципе, в перепалку вступать? Вообще, честно говоря, нельзя. Это уже на опыте уже подтверждается плачевно. Ну, а ты осознаешь, Гриш, что вот обычный человек и ты, это все-таки разные вещи. Ну да, я не говорю то, что я там хожу по улице и машу ветками, что люди падают. Я, естественно, это защита, уже самозащита там семьи. И то, когда на меня что-то, ну, как бы нагнетает, я лучше там уйду, скажу, эй, давай, пошутим лучше там, эй, давай пока, я лучше убегу от тебя. Ну, как бы лучше вот так вот, лишний раз там, чтобы ничего никак, никуда не попасть. Ну, а когда уже начинают там в квартире что-то ко мне лезть, там, на мою там супругу что-то кидаться, ну, конечно, я уже принимаю меры, там, или на родителей, на отца на моего, там, у меня были в те же моменты, что на моего отца, которого вообще в области все знают, умудрялся какой-то гражданин, он, наверное, приезжий был, вот, и он умудрился на него что-то бычку кинуть. И получил, он, ну, сразу... Да, 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 я ему, да, как бы я ему сразу, нет, по нервам прошелся, он это сразу узнал, кто на такие. Хорошо, Гриш, но ты знаешь, опять же, бытует такое мнение, что большие люди, они на самом деле добрые. Что скорее маленькие вот люди, маленьких пропорций, они, вот, скажем так... Да, эти злые, маленькие, да, маленькие вот эти злые карлики, они, да, действительно вот такие. А мы вот большие, нас вот... Ну, как, вот, не трогай нас, вот, и мы будем добрые, вот. Мы будем дружить, но на расстоянии. Я понял, вытянуты руки. Смотри, Гриш, все-таки, переехал в Старо Оскол, здесь тренируешься, есть успехи в любительском ММА. Нет-нет, о тебе говорят. Ну, понятно, пока, может быть, не так громко, но все-таки. Уже словил звезду или еще нет? Да нет, как-то, ну, как-то вот, ну, просто вот, как на работу хожу просто, и все. Тренируюсь там, надо в командировку съездить там, подраться. Ну, все, еду. А там, что приезжаешь там в турнир, нет, такого нет вообще. Хорошо, над чем работаешь, чего нужно добавлять сейчас? Да сейчас работаю, вот, честно, над руками работаю, над боксом. Я подтягиваю вот эту вот стойку, удары вытягиваю, потому что, как этот закрепощенный качок, как Ваня Штырков, честно, дерусь. Вот, ну, батя меня растянул, добавил мне правый. Сейчас у меня так вроде удар справы стал вырисовываться. На дальность сейчас бью, не вблизи, как раньше, чтобы мне надо подойти, чтобы ударить, хотя руки очень длинные. Ну, двигаюсь. Много бегаю сейчас, много кардио делаю. Пытаюсь, как бы, маленько вес подсогнать. Короче, готовлюсь к сборам в Асколе. Хорошо, слушай, ну, последний вопрос такой, Гриша. Есть какая-то мечта, наверное, и спортивная, и по жизни. Вот, поведай нам, пожалуйста, какие, вот, может быть, такие самые сокровенные мечты, чего бы хотелось бы добиться-то? Ну, в спорте-то, естественно, хочется, да, ну, в спорте вообще нет такого, что, вот, вот, все, вот, я выиграл все, и больше ничего нет. В спорте вообще предела нету. Поэтому пока, пока я не буду высоко скакать. Пока вот у меня цель просто, чтобы я вот был опытный, чтобы вот, чтобы про меня отговорили, вот это опытный боец. Вот, у него хороший таймер, хороший удар, у него хорошая борьба. Мне вот этого пока достаточно. А там, чтобы мне, там, какие-то, там, пояса, там, не хочется поясочек уже какой-нибудь на себя надеть, даже хоть, помните, там, от трусов, ремень, там. Ну, а вот для тебя важен нолик этот, вот, в графе, или, в принципе, вот... Нет, 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 нет. Честно говоря, там нету, что я там буду трясти за этот ноль, там, что мне нанесут поражение. Как говорят... Ты очень молодой еще спортсмен для тяжеловеса. Соглашусь. Соглашусь. Ну, и я быстро схватываю. Я быстро учусь. А то, что касается мечты по жизни, я хочу, чтобы у меня была большая дружная семья. Чтобы у меня все родители ни в чем не нуждались. Чтобы все вот... Вот, чтобы папа хотел себе вот такую машину, он себе купил. Вот. Ну, понятно. Слушай, у нас вот есть бойцы делятся на две категории, а может быть, это и одна. Есть люди, которые дерутся за наследие, есть люди, которые дерутся за деньги. Это миф? Все дерутся за деньги? Или все-таки спортивная составляющая имеет какое-то значение? Ну, да. Просто кто-то в приоритет ставит больше деньги. Прям вот у него... И это его мотивация, на самом деле. Вот, действительно, вот он думает о деньгах. Он думает, вот сейчас я натренируюсь и выиграю деньги. Ух ты. И выиграю деньги. Какой-то кэш там, его потрачу там на то. А есть люди, действительно, дерутся, вот что они воины. И вот он без войны не может. И мне вот кажется, Федор Владимирович, я опять же его затронул, вот это тот человек, который вот за наследие, наверное, он как воин. Он не может остановиться. Он как вот тот Тарас Бульва все, и лезет, и лезет в бой. Я понял, Греб, спасибо большое, что вышел на связь. Может быть, немножечко сжато, но все-таки рассказали о тебе. Надеемся, скоро увидим тебя в рейдже, в ринге, в клетке, неважно. И желаем успехов. Я думаю, что все должно сложиться при правильном подходе. Да. Спасибо тебе, что позвонил, что поинтересовался. Был рад с тобой поговорить. Скоро увидимся, надеюсь, что скоро вас ху приличут. Давай, все, убьем. Давай, обнял. Давай, успехов. Субтитры сделал DimaTorzok